Уважаемый Александр Григорьевич, мы также предлагали и обсуждали такую норму, это предоставление молодым специалистам призывного возраста право на службу в резерве по ходатайству нанимателя. Я предлагал каждый год для сельских хозяйственных вот таких зимой, для других летом, полтора-два месяца. Вот он высшее образование получил, ну что его в армию тащить, мы больше потеряем. Ну и пусть они пять лет или десять лет по два месяца зимой и по два месяца летом отлучаются на военную подготовку. Но мы их должны научить, чтобы они хотя бы в территориальной обороне смогли работать. Поэтому надо поставить госсекретарю и военным эту задачу, пусть несут предложение. И мы, не отвлекая их от этой службы, не призывая в армию, это тоже для них льгота. Ребята, будете работать в сельском хозяйстве, на два месяца там мы их будем призывать. И будем их учить механикам, водителям, стрелкам, гранатометчикам, еще по специальностям военным, чтобы он обрел эту специальность. Тоже один из вариантов, может военные придумают какой-то другой. Но пройти эту суровую школу жизни надо всем. Субтитры создавал DimaTorzok